Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1062. События дня. Второзаконие 2517. Это за 12 ноября 2018 года. Можно прочитать. Это тем, которые стараются узнать, кто у меня в друзьях, и добивают их слабых. Они будут изглажены из книги жизни. Наше объявление. Спрашивают, куда переслать нам деньги. Если расположены, вот смотрите, тут все данные даются. Четверо детей. Мы ролики поставили здесь. Здесь абсолютно без обмана перед Богом избранный человек, который общенно знает. Это у него самой четверо детей. Потому что дети растут уже, учиться начинают. И что там потребуется, нужно, чтобы у них был какой-то запас. Вот как молиться правильно, вот ответ. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении, с благодарением. Прошение и благодарение. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю вас за предыдущий ответ. Опять появился вопрос насчет сестры. Если она не венчана и живет в блуде, то она не может покаяться об этом грехе на исповеди, пока не помещается. Если ей очень нужно исповедовать о других грехах и причаститься, то как быть? Не исповедовать и не причастаться, пока не помещается. Священники исповедовать и причать всех. Венчанных, не венчанных. Их только спрашивает у женщин, если делали они аборты или нет. Но если делали аборты, какое наказание? Наказание – это 10 лет отлучения от церкви. Правило Василия Великого II. Они этого ничего не делают. Развратители. Так было во время моей последней исповеди. Спасибо, Христот. Юлия. Отвечаю. Апостольское правило 52. Если кто, епископ или пресвитер, обращающийся от греха, не примет, то есть на исповедь, «Да будет и изверженность священного чина, ибо он опечаливает Христа, сказавшего, радость бывает на небесах об одном кающемся грешнике». Лука 15.1. Это Первый Вселенский собор, восьмое правило. Шестой Вселенский, сорок третье, сто второе правило. И Василия Великого, семь четвертое. Согласно этого правило, нужно принять на исповедь. О причастии тут нет речи, пока человек не справится. Например, кается, что сделала аборт. Отлучение от причастия на 10 лет. Правило Василия Великого II. Умышленно погубившая зачатый в отробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого различия плода, образовавшегося или еще необразованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшие родиться, но и за то, что навредило самой себе, поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают. К этому присоединяется погубление плода, как другое убийство от дерзающих на этого мужчина. Но кроме этого, многие бесплодные делаются. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние, их тут не до смерти, но принимать их в общение по исполнению 10 лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. То есть, если много плачет и прочее, на одну треть могут, как говорится, уменьшить, скостить. И вот где об этом еще говорится. Шестой Вселенский собор, Анкирский, Василия Великого. О венчании вообще тут нет ни слова. Все решает епископ. Но не вопреки канонов, конечно же. Сергей Евтушенко. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. В чем состоит беззаконие? Можно ли это отнести к сектантам? Вопрос к Игнатию Тихоновичу. Спаси Христос, все ясно. Сергей Игнатов. Из канонов 5-6 Трульского собора, 691-92 год, 227 отцов там было. Правило 64-го о запрете мирянам произнесения публичной проповеди. Вот места еще какие указывают. Апостолька, Селенская, поместное правило. Вот, можно или нельзя. Вот местописание. Очень удобно. На правил у кого нет, так как в книжном варианте все каноны до сих пор нигде не могу найти, он пишет. Ну, допустим, этот вопрос поставили. А мы сейчас вот посмотрим, где. Вот у нас здесь есть во свете Библии, вот, во свете Библии такой наш сайт. А вот к истинному православию. Вот мы в него ткнули. И вот здесь смотрим. «О Господе, о священстве, о посте, отцы и дети, о слове, о сне, о благочестии, о семье, вот о благовестии». 216-я страница. 216-я страница о благовестии. Вот мы ее сейчас ткнули. И дальше идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот оно где. Вот и дальше считаем. Вот я буду сейчас проводить. Затормозите, а дальше прочитайте. Прямо здесь. «Учитель, если и мирской человек будет, но искусный же в слове учения и нравом чист, таковой да учит. Ибо написано, все научены будут Богом. Правило 15-го апостола Павла. Кормщая с оригинала патриарха Иосифа, лист 26-й на обороте. Ну, а если там запрещали, то это в храме запрещалось. Ну, меня пока не рукоположили, я в чтеса рукоположенный, то я тоже не говорила в трапезной. А теперь я при епископе, при митрополите, по их просьбе, говорю прямо в храме. Такой порядок. Вот теперь я это проверю сейчас, чтобы вы это видели. кто мне, лучше всего, конечно, зайти на сайт. Но кто не может, он сейчас здесь можете просчитать. Вот я его провернул. Тоже было, тогда против говорили, но это было все незаконно. Вот это места, которые... Ну, прочитать надо. Это все ответ на один вопрос. Это моя книга, называется «К истинному православию». Я отовсюду все это выбрал, святых отцов. Вот заметьте, сколько много. Вот так. Вот столько надо видеть, знать. Теперь я возвращаюсь снова сюда, к своему месту. Сергея Птушенко. Учить и наставлять друг друга христиане могут и должны согласно тому, чему учат поставленные в церкви пастырь-учителя. А так пишет Сергей Игнатов, Владихийский собор 340 года о том, что выборы священнослужителей должны совершаться только полноправными членами церкви. И вот взять Иохийский собор, Вселенский, Сердийский, Карфагенский. Птушенко. Проблема в том, что правила соборов сектанты не принимают. Наш аргумент сектанту. А что вы с ним разговариваете? Дайте ему в рожу и все. Это на нашего Игоря там из храма вышепрощенное воскресенье и так вели себя семинаристы барнаульские. На Игоря Добунова и священник тут же стоит. Игнатия Тихоныча зовите, он вас разгонит сейчас. Это обо мне не разговаривает в скайпе. И Лена Изенкова. Спасибо, Христос, благодарю. Жанна изменила имя беседы на православное занятие противосектантские темы. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Так само собой сложилось, что ныне стал регулярным посетителем сайта вашего, того раздела, где вы даете ответы по темам 4124 вопроса. В иное время я чаще прибегал к вашим книгам, но так как телефон под рукой почти всегда, поставил закладку и как появляется небольшой перерыв, перемена, два-три ответа прочту. Очень удобно, а главное, душе полезно, благоухание истины в краткости, понятности и доступности. Хвала Богу нашему Иисусу Христу. Благодарен, благодарный поклон вам. Ну, это не просто кто-то говорит, так это с улицы где-то, это Красноярск, он преподает в Государственном университете, в Государственной Академии и при Митрополе ведет курсы. Незаконные, он его, значит, заткнуть его надо, то есть, злодейство, злодеи злодейские. Евгения, думаю, речь идет о протестантах, взял из Фейсбука, молитесь за Китай. В Китае уже стащились гонения на христианские церкви, но гонения лишь ускоряют рост церкви. Сейчас каждый десятый китаец христианин. Профессор политических наук Колумбийского университета Эндрю Нейтан объясняет, что чиновники коммунисты боятся такого быстрого роста. Гонения хороши для церкви. Много лет назад мне говорил об этом почивший Сэмюэл Лэмп. Он провел в тюрьме 20 лет, и он как-то сказал, до того, как я оказался в тюрьме впервые, в церкви было лишь 200 прихожан. Когда же я вышел на свободу, их было уже 900. После этого у церкви конфисковали имущество, и церковь выросла до 2000 человек. Гонения хороши для церкви, благодаря им церковь растет. Китайское правительство думает, что если закроют двери церкви, то это конец. Вот как сейчас так называемых свидетелей иеговы запретили, они еще активнее работают. Но люди рассеиваются по стране и организовывают свои домашние церкви, которые начинают расти. И к 2030 году в Китае скорее всего будет 240-250 миллионов христиан. Больше всего в мире. Дмитрий, братья, кто знает дальнейшую судьбу Игоря Третьякова? Сколько видел с ним роликов, то однозначно сложилось впечатление о нем. Светлый, добрый человек, владеющий даром слова. Пишет Мирвам Игнать Тихонович. Можете человек самовольно отучить себя от причастия? Например, духовник отучил от причастия на короткий срок, а по канонам должно быть несколько лет. Чему следовать? Священнику или канонам? Получается самовольное отлучение, если по канонам. Как принять участие в занятиях по изучению Библии с Виктором Савченко по скайпу? Занятия по человекам в воскресенье, если не ошибаюсь? Родственница сделала ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, ждет близнецов. Если она покаяться и исповедуется, сколько должно длиться отлучение от причастия? Ведь ЭКО это грех. Спасибо Христос Юлию. Отвечаю, только по канонам поступать и не слушать в данном случае беззаконника Попа, иначе вместе с ним будешь в аду. ЭКО экстракорпоральное оплодотворение узаконенное беззаконие. Блуд ума. Церковь этого безумия не одобрила. Какая эпитемия это смотреть можно по канонам приблизительно. Нет детей, благодари за это, Создателя Бога. А так могут такие родители, дети родиться-то, что из дома побежишь. Незаконно рожденных называли выблетками. Незаконно рожденными детьми. Это слово выблетки в Википедию. Зайдите, там именно я оттуда скопировал. Выйдите на Савченко-Виктора, чтобы он принял вас. Это по моему миру. И там договоритесь. Вот такое дело. Ну и теперь что еще показать? Показать мой мир. Вот оно. Очень хорошая система. Вот наш форум 3201-й день. Вот. Посмотрим, сколько вчера было человек. Вот. 244. Для нас это хорошая цифра. 244 человека приходили, а тут 1600 тем. Ну и наш огромный-огромный 13 тысяч роликов. православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот. Я сейчас обновлю, может, что-то будет. Ну и известно. О. 19. В валенках по воде с гликерии экскурсия на Пской мост. вот собрания не нужно духи применять. Нет просмотров еще. 44 минуты назад и никого нету почему-то. Если нету, значит, что, не открылось. Сейчас 27 собрания было. Ну, полтора часа. Ну, хорошо. И это у нас что получается? Во свете Библии православный библейский сайт. Вот здесь много-много ответов можно найти и вообще исключительно богатый сайт. Около 50 книг мной было насчитано только здесь. Все на этом. сайт.